Добрый день. Назрела такая ситуация. Необходимо немножечко разъяснить некоторые вещи относительно кварцевого агломерата и мраморного агломерата. Как вы знаете, компания Белостон поставляет агломерат на строительство торговых центров, на фасады. И тут возникают некоторые уточнения, которые необходимо знать. Мы выбрали в партнеры себе компанию Санта Маргарита. Исследовав много компаний, мы пришли к выводу, что Санта Маргарита для нас самый оптимальный вариант. Дело в том, что мы достаточно профессионально работаем на этом рынке. И на такие большие объекты необходимо выбирать серьезного партнера. Потому что большие объекты, большие проблемы. А проблемы мы все не любим и они нам не нужны совершенно. Поэтому выбрана компания Санта Маргарита. компания Санта Маргарита, она, значит, является, я бы сказал, лидером на рынке. С очень большой историей они первоначальники, родоначальники, можно сказать, всего этого течения. Они постоянно обновляют парк своего оборудования, идя в ногу со временем. Далее, что необходимо отметить, что компания Санта Маргарита выдает очень хорошую документацию, удовлетворяющую требованиям любых архитекторов, любых согласующих компаний. Вот. И поэтому как бы с ними намного проще в этом отношении работать. Мало того, они работают на сырье, на карарском сырье, что касается мрамора. И, соответственно, это более экологически чистая история. Вот. Теперь, собственно, относительно самого агломерата некоторые тонкости, которые необходимо знать. Ну, во-первых, почему агломерат? Все-таки, вообще, почему иногда агломерат? Первое. Сроки производства. То есть, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что натуральный камень, да, натуральный камень, это красиво, это хорошо, это изысканно и так далее, и так подобное, да. Но как альтернатива, все-таки есть агломерат. Во-первых, агломерат имеет некоторые преимущества. Стандартный размер, никаких трещин, ничего нету. То есть, все идеально, по размерам все идеально. Кстати, на фабрике инспекция размеров производится 10 раз в день. Есть специальный человек, который приходит, берет контрольную плиту 10 раз в день. И это все записывается, все это заносится в компьютер. И любой брак, вдруг где-то какая-то проблема возникает, все это можно отследить, с какой партией, и так далее, и так подобное. Вот. Ну, соответственно, брак-то не доходит, потому что такой контроль, что брак и не дойдет. Вот. Далее. Естественно, при... То есть, мы говорим о том, что сроки поставки при поставки агломератом очень быстрые. Несравнительно быстрые с натуральным камнем. То есть, если нам надо уложить площадь аэропорта, это можно сделать за один месяц. Произвести агломерат за один месяц. Там 12 тысяч метров. Ради бога, нет проблем. Включили оборудование, все сделали. Вот. Далее. Естественно, транспортные расходы намного меньше, чем у камня. Почему? Потому что агломерат идет в 12 миллиметров, допустим. Это уже не 2 сантиметра. Соответственно, транспортировка обходится дешевле в этом случае. Вот. Далее. Значит, как мы знаем, агломерат бывает кварцевый на основе кварца и мраморный на основе мрамора. Вот теперь надо поговорить, как они, чем они отличаются. То есть, кварцевый агломерат это, скажем так, в основном на улицу. В основном на улицу он держит любые атмосферные явления. Вот. Относительно мраморного агломерата. Мраморный агломерат на улицу не рекомендуется, потому что он все-таки, в нем много, достаточно эпоксидной смолы. Вот. И, как бы, этого не надо делать. Теперь, при обустройстве полов торгового центра, ну, к примеру, да, здесь надо сделать выбор в пользу мраморного агломерата, причем с крупным рисунком. Все понимают, что агломерат, ну, очень красиво, когда он такой вот однородненький, совсем однородненький, да, но любая царапина, любая грязь на нем видна. Где-то кто-то там что-то уронил, где-то кто-то что-то пролил, и все это на таком однотонном материале очень хорошо видно. Поэтому на большие объемы рекомендуется брать все-таки агломерат с мелким рисунком. Можно и с крупным рисунком. Вот. Совмещение мраморного агломерата и кварцевого агломерата на полах недопустимо, по причине того, что, первое, у них разный коэффициент сжатия при температурах термического расширения. Извините. Вот. Это раз. А во-вторых, по причине того, что у них разная истираемость. Поэтому, если пол, то только мрамор, ну, или только кварц. Далее. Необходимо понимать, что из мраморного агломерата мы можем на нашей фабрике, которая недалеко от Санта-Маргарита, то есть мы можем купить блок. И из мраморного агломерата мы можем сделать любые 3D детали, витиеватые детали для лестницы и так далее и там подобное. Из кварца этого делать нельзя. То есть это выбор в пользу мрамора. Потому что кварцевый агломерат, он печатается. То есть слывы печатаются. Они режутся из блоков. Мраморный агломерат делается сначала в блоках, потом режется. Вот. Еще. Относительно кварцевого агломерата. Компания Санта-Маргарита может делать любой цвет по заказу клиента. Ну, естественно, сначала делаются пробные образцы. Там 2, 3, 4 оттенка. Потом архитектор это все подтверждает какой-то из них. Но необходимо понимать, что минимальная партия по цвету заказчика 1800 метров квадратных. Это связано с тем, что надо будет оборудование потом отмывать и так далее и так подобное. Необходимо понимать, что укладка агломерата, что кварцевого, что мраморного, она должна производиться более тщательно, нежели просто натурального камня. Фабрика выдает специальные документы, рекомендации, как это надо делать. И это необходимо соблюдать. Мы, конечно, все понимаем, что монтажники у нас раздолбают частенько. Но в этом случае за ними надо смотреть очень строго. Потому что большие площади, не дай бог, что-то вздуется, не дай бог, что-то там провалится. На этом надо заострить очень большое внимание. Относительно мраморного агломерата. Тут необходимо понимать некоторые вещи. В отличие от кварцевого агломерата, который фабрика может сделать в любом цвете, мраморный агломерат в любом цвете, она может сделать, но есть некоторые но. И поэтому она этого не делает. Мраморный агломерат делается на основе мрамора. Мрамор плюс эпоксидная смола. 5% эпоксидной смолы. И, соответственно, внутри этого продукта лежит основа мрамора. Красного, коричневого, черного, белого. Того, собственно, какого цвета конечный продукт. Зачем это делается? Затем, что если вдруг царапается, то нутрянка, она такого же цвета, как и поверхность. Соответственно, вдруг вы решили заказать мрамор синего цвета. Мрамор синего цвета, ну, нету мрамора синего цвета. Ну, есть, но там непонятно где. Непонятно, сколько он будет стоить, чтобы его доставить и так далее, и так подобное. Поэтому это непонятная история. Соответственно, остается только покрасить. То есть, берется карарский, ну, к примеру, берется карарский мрамор, красится агломерат. А вот дальше самое интересное. Почему они этого не делают? Потому что, если вы царапаете, внутри белый мрамор. И у вас царапина становится белой. Поэтому надо запомнить. Любой цвет в кварцевом агломерате. В мраморном агломерате цвета, которые дает фабрика. Еще одно преимущество агломерата, необходимо отметить, это его эластичность. То есть, если мрамор, он ломается, то в агломерате, в мраморном, в нем 5% эпоксидной смолы. И поэтому на изгибе он не такой хрупкий. Он эластичный. Ну, соответственно, это дает свои большие плюсы. Я выбрал очень удобный момент. Сейчас фабрика на выставку выставляла на улицу слэбы все. Всех обработок, всех видов. И вот сейчас в конце этого видео я сделал видео. Прям подошел к каждому слэбу и сделал видео. Ну, это для того, чтобы вживую, так сказать. То есть, каталоги это каталоги, понятно. А видео это видео. Ну, вот я как бы все вам рассказал. Те такие узкие моменты, которые надо знать. Ждем ваших заказов. Компания Белостол всегда к вашим услугам. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал 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 DimaTorzok. 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 DimaTorzok.